Ира, спасибо большое. Очень приятно оказаться в городе Херсоне. Я когда-то, наверное, 4 года назад сюда часто ездил. У меня был проект в городе Новая Каховка, поэтому мне приятно видеть город, что он преображается, следует трендам. И я говорил, Ира, я вижу все больше и больше хипстерских мест, значит, тренд идет правильный. Меня еще раз скажу, зовут Илья. Я действительно являюсь руководителем и этого проекта, и вообще всех проектов в фонде BrainBasket. Я буду рассказывать про менее технические, технологические и тактические вещи. Поэтому я буду быстр, потому что я понимаю, что вы все-таки пришли за какими-то конкретными наборами знаний, скиллов и еще чего-то. Но я вам расскажу про большие вещи, потому что очень часто мы, занимаясь какой-то рутиной своей работы, и повседневными занятиями забываем остановиться и подняться и посмотреть вообще, для чего же мы это все делаем. То есть что наша работа значит в рамках страны, общества и вообще зачем и куда мы идем. Поэтому, собственно говоря, этот проект был создан именно с такой целью, с большой идеей, с большой мыслью. Что такое фонд BrainBasket? Значит, это благотворительный фонд, это некоммерческая организация, которая была создана в апреле прошлого года по инициативе крупнейших IT-компаний, которые обнаружили одну проблему. Бизнес, IT-бизнес в Украине за последних 9 лет, ну кроме последнего года, конечно, рос в среднем на 25-30%. То есть вы понимаете, то есть идея какая? Вот вы что-то стартанули, и каждый год у вас плюс 30%. То есть очень-очень неплохо. В чем оказалась проблема? У компаний успешные, у них есть много заказов, особенно это зарубежные заказчики, то есть компании, которые занимаются IT-аутсорсингом, то есть разрабатывают продукты на чьи-то заказы. То есть, чтобы вы понимали, условно, компания Nike владеет брендом кроссовок, но сама их не шьет. Ей шьют китайские заводы. Ну вот как-то так, наверное, можно провести аналогию с IT, и это неплохо, потому что китайские заводы, которые шьют Nike по всем стандартам, они на порядок отличаются от других китайских заводов, которые шьют кроссовки. И проблема случилась в следующем, что в какой-то момент компании не смогли брать просто больше заказов, потому что закончились люди, то есть программисты, тестировщики, веб-дизайнеры, проект-менеджеры, бизнес-аналитики просто закончились, то есть людей не было. И они подумали, так, стоп, тогда надо решать этот вопрос как-то, а как же, откуда же брать людей? И они поняли, что единственная вещь, которую можно сделать, это взять и поменять что-то в системе образования, то есть чтобы училось просто больше IT-шников, и они были качественнее. Проблема в чем, что по статистике 16 тысяч выпускников IT-факультетов продуцируют все украинские вузы в год. Вот в Украине сейчас зарегистрировано официально 74 тысячи IT-шников, это державная фискальная служба, вообще их где-то под 150, то есть если растем на 30%, а тут всего 15 тысяч к 150, ну как-то отстаем. И поэтому компании решили, стоп, так давайте что-то менять, ну то есть если там государство в этом плане не очень быстро движется, давайте мы будем двигаться быстрее. И они придумали сделать фонд, который бы занимался как раз вопросами развития IT-образования, улучшения, изменения стандартов, запуском новых учебных ацентатив, программ и так далее. Таким образом родился фонд, и фонд быстро определил свою задачу и понял, какая есть основная проблема. Значит, как мы понимаем, в Украине сейчас не все спокойно, не все хорошо, и она переживает не самые лучшие времена, но мы действительно надеемся, что по крайней мере вот эти переживания, они к лучшему. Когда-то я был в каком-то аэропорту, и там он очень такой был, ну, плохой с точки зрения, что там очень много строилось, но там было все завешено плакатами, извините за неудобство, это неудобство для того, чтобы сделать вам удобство. То есть тут та же история, что сейчас у нас не самое легкое время, но если мы его правильно используем, мы придем к чему-то большому и хорошему. Добрый вечер. Идея какая? Сейчас многие отрасли находятся в стагнации, то есть мы понимаем, что сейчас далеко не самые лучшие времена, но есть две отрасли, которые как бы чувствуют себя неплохо, и это есть сельское хозяйство и IT. Поэтому либо все быстренько, особенно вот я знаю в Ферсоне, становятся фермерами, назовем это так, либо же решают стоп, нет, я не хочу экспортировать пшеницу, я хочу экспортировать мозги, то есть оттуда и название фонда, брейн-баскет, то есть условно как корзина мозгов. Идея такая, что почему бы не стать айтишником, тем более, что здесь ничего невозможного нет. То есть и есть куча моделей, которые показывают, что окей, есть 4 или 6 лет в университете, и то не всегда там это срабатывает, а есть, например, там курсы, есть онлайн-курсы, есть какие-то оффлайн, то есть и есть реальная история успеха, когда за несколько месяцев можно реально освоить IT-профессию, востребованную от специалистов по хорошим программам и уже с какого-то момента начать работать в качестве там интерна, джуниора, но уже действительно получить хорошую, востребованную и, главное, высокооплачиваемую зарплату. То есть идея мотивации денежная, она, конечно, не самая лучшая и она неправильная. То есть, ну, может это сейчас, ну, то есть с точки зрения там вашей стороны это будет звучать глупо, да, то есть что деньги это не главное, то есть деньги это очень важно, но когда начинаешь зарабатывать определенное их количество, ты понимаешь, что дальше уже все равно, ну, то есть как бы оно тебя так не греет. И идея такая, что сейчас, что мы видим, что многие рванулись в IT, потому что там уже деньги, то есть вот эта, вот эта долларовая такая смесь, и вот я хочу к ней прорваться. Но это неправильная мотивация, то есть нужно копнуть глубже. Ну, а представьте, если бы вот завтрашнего дня там всем, я не знаю, уборщикам бы стали вот платить зарплату в долларах, то есть что, тогда все давайте бегом в уборщика там, сделаем мир чистым, ну, а вдруг это не ваше. То есть с IT точно так же, и проблема в том, что многие люди разочаровываются и в какой-то момент выпадают, потратив свое время и часто еще и деньги, то есть они думают, так, сейчас я стану айтишником, решу все проблемы. Начинают этим заниматься, понимаешь, что ой, это так сложно, ой, это так нудно, там, или ой, это не мое. И получается, что как бы вот и не туда, и не сюда. Но тут еще один важный момент, что есть там миф, что все айтишники это программисты. Ну, наверное, там больше 70% да, но, во-первых, а, программист программисту рознь, то есть можно заниматься кодом, который там никому не виден, а можно делать красивые там, например, сайты, дизайн и так далее, то есть и тот, и тот айтишник. Или, например, там тестировать, или бизнес анализировать. То есть существует много вариантов, и люди просто не зная там, например, вообще, какие есть эти профессии, там бегут, например, ну, сейчас супер популярно, это QA, тестирование. То есть вот там мембрана к долларам тоньше, и там все думают, вот через нее я прорвусь. А не смотрят, например, сколько сейчас там, например, открыто вакансий и сколько резюме. Ну, то есть, по крайней мере, ситуация в Киеве такая, что компании сейчас большие не используют платные ресурсы для выставления этих вакансий, а просто там на Фейсбуке у себя ставят, и там в течение часа получают от 100 до 200 вакансий. То есть тут же специально убирают пост, чтобы не просматривать эти резюме. Это про резюме мне недавно HR, рекрутерша рассказал смешный анекдот. Я говорю, так хорошо, вот 200 вам пришло на должность джуна. То есть они все же одинаковые, то есть опыта ноль, ну, там знания какие-то там есть, вот там оно на полстранички. Я говорю, как вы вот посмотрите? Она говорит, ну, есть такой анекдот. Вот смотри, мы берем эту пачку, значит, вот так кладем ее, берем половину ровно и выбрасываем мусорное ведро. Ну, и остается половина. Я говорю, так, ну, как бы так не очень красиво. Она говорит, а, неудачники нам не нужны. Тут это, конечно, ну, анекдот, но тут идея какая? Что когда вы, как бы, идете туда, куда идут все, ну, сложно туда попасть, потому что конкуренция очень высокая, а вы не являетесь там каким-то супер-синьером специалистом, чтобы вот там условно вас там на руках носили. Поэтому очень важно при выборе специализации выбрать правильное направление и понимать, что, например, вот тут вот спрос высокий, и вы можете действительно реально что-то показать и дать работодателю. Потому что на самом деле работодателю не нужны ни дипломы, ни высшее образование. Ему нужно только одно, чтобы вы давали результат и не мешали давать результат другим. То есть сейчас проблема номер один, то, что называется soft skills. То есть есть в любой профессии два набора компетенций. То есть есть hard skills, то есть это то, что вы умеете делать конкретно по профессии. То есть если это программист, это конкретно знание языка программирования и умение писать хороший, чистый, правильный, не корявый код. И есть soft skills, это так называемые такие, ну, мягкие навыки. Это ваше умение управлять временем, умение общаться с другими коллегами, умение просто понимать субординацию и все процессы. И часто вот про второе забывают. И вот, кстати, вот это второе помогает очень часто получить работу. Потому что, например, если есть 100 специалистов, которые одинаково, на одинаковом уровне, там, особенно джуниорском, знают какой-то язык, но или им просто тяжело общаться, или они не умеют правильно писать имейлы, возьмут того человека, который более общительный, легче входит в учебный процесс, умеет работать в команде и так далее. Поэтому про вот эту часть очень часто забывают, но ее нужно помнить и все время прокачивать. То есть, и начинается это еще вообще из того, каким шрифтом и размером вы пишете свое резюме, и что вы там пишете. То есть, это тоже очень важно. Тут вот, я не знаю, что вы говорили, но я просто вспомнил. Там интересные истории, интересные истории в том плане, что мы с ними очень плотно дружим. Они же нам рассказывают эти все свои истории, кто к ним приходит. Так вот, последний, но это история успеха. Это последняя история успеха, то есть, что человек пришел, смог выучиться и трудоустроился. Это была стриптизерша. То есть, я тогда всем говорю, слушайте, ну если стриптизерша смогла. Может быть, да, может быть. Видите, у нее же... Не, она была умная уже только потому, что она правильно инвестировала деньги. Она инвестировала в себя. Это очень важно. То есть, идея какая, что люди часто приходят, но у них ничего не получается. То есть, компании сейчас декларируют эти учебные, что у них процент трудоустройства 60%. То есть, 40% заканчивают курсы и отвалятся. Но это они декларируют. То есть, я не знаю, так это на самом деле или нет. И мы начали же выяснять, окей, так а почему так происходит? И мы поняли одну простую вещь, что очень часто люди не обладают нужной или минимальной технической базой, чтобы пройти курс. То есть, им реально очень тяжело. Это дается, они или выпадают, или не понимают, зачем это, или вообще это просто тяжело. И мы подумали, слушайте, так а почему бы тогда не взять и не сделать такую общенациональную программу, которая бы давала всем равные возможности получить основы программирования в таком супер качестве и в новом формате. Это называется blended learning. Это смешанное обучение, когда вы онлайн смотрите лекции дома или вечером сами, они записаны, как видео, то есть в любое удобное время. И потом вживую, два раза в неделю еще встречаетесь с преподавателем в группе, который помогает вам что-то сделать, чего вы там, например, не смогли сделать самостоятельно. То есть, например, домашнюю работу. Обычно после каждого занятия идет домашка. И вот если вы там сбились, все, вы уже дальше не идете, потому что вы сбились и вывались. А тут есть ментор, который говорит, так, стоп, давайте я помогу, потому что он знает, как это делается. Вот, и поэтому мы решили, что слушайте, давайте сделаем программу, назовем Technology Nation, технологическая нация, которая вот в своей основе возьмет программы, к которым ни у кого не будет претензий. Это лучшие программы от лучших технологических университетов мира. Вот я только в понедельник прилетел из Бостона, мы там встречались с университетом Гарварда. Гарварда и MIT, это Массачусетский технологический университет. Они нам дают свои программы, еще и будут давать методологические рекомендации, как их преподавать, что немаловажно. Эту программу поддерживает администрация президента. И как бы она всем очень нравится, потому что она бесплатна, она проходит во всех областных центрах. И с начала марта мы стартуем в каждом областном центре первые учебные группы по 15 человек. Я там дальше покажу ссылку, где можно записаться. Вообще программа будет количественной, не только качественной. Мы хотим за три года, чтобы ее прошло больше 50 тысяч человек. То есть шансы на нее попасть, ну там не в первую группу, это 100%. Я видел, что по Херсону уже где-то 800 заявок. Но условно, то есть в каждом городе мы потом будем открывать больше библиотек и больше одновременно групп. То есть я думаю, там где-то после лета вполне реально ее пройти. Вот, и да, собственно, вот видение. То есть мы берем лучшие программы, которые уже есть. То есть ничего не выдумываем, никакой велосипед. Значит, проводим это на основе библиотек. То есть мы возвращаем вот эту былую славу. И так туда никто не ходит. Это хоть может теперь вот вернуться люди. Мы находим менторов, которые будут преподавать. То есть будут не преподавателями, скорее вот такими вот помощниками этого курса. Потом мы договариваемся со всеми учебными центрами про скидки. Если человек захочет после этой программы, например, пойти дальше учиться, чтобы, ну там за деньги, например, он выберет так. Может им учиться самостоятельно, может ему этого будет достаточно. Но хотя вряд ли это все-таки базы. И помогаем, то есть мы хотим разработать программу, национальную программу стажировок, чтобы лучших выпускников компании брали на такие как бы практики или программы стажировок. Так, это то, что я говорил. Значит, мы предполагаем, что будет записываться каждый год порядка 40 тысяч человек. У нас сейчас за два месяца 21 тысяча заявок. И реально доходить до конца будет 10 тысяч. То есть мы считаем, что 75% будут, ну, к сожалению, отсеиваться. У нас сейчас идет две пилотных группы в Киеве по 15 человек. Пока 30% отсеялось. То есть в принципе неплохо. То есть если где-то на уровне 50% останется, то это окей. Международная статистика Курсеры – это самый большой портал MOOC. То есть это Massive Online Open Courses, то есть бесплатных вот онлайн курсов. Показывает, что процент завершения курсов равняется 7%. То есть 93% людей что-то там записываются, смотрят и отваливаются. То есть вот эта модель, которая Blended, помогает увеличить этот процент. Так, здесь я, по-моему, да, здесь я, собственно, все рассказал. То есть это про эту модель. Значит, вот этот пилотный курс, он идет первый. Вот мы как раз в Гарварде про него говорили. Значит, он доступен уже. То есть в принципе можно зайти на… Есть такая платформа, называется OpenEdX. OpenEdX – это самая большая бесплатная платформа любых курсов. То есть там от шитья до, я не знаю, ракетостроения. То есть там очень много бесплатных онлайн курсов OpenEdX. И вот у каждого международного такого большого университета есть своя платформа. Вот у Гарварда он называется GarvardX. И вот есть курс, называется CS50, Computer Science 50. Это базовый курс. Его можно уже, пожалуйста, проходить. Единственное, что после третьей недели как бы все начинают вываливаться. То есть он покрывает основы. То есть у него там, грубо говоря, C, PHP, JavaScript, немного SQL, CSS, HTML. Он длится 12 недель. Это две лекции в неделю по часу. Но после каждой лекции, как я сказал, идет домашнее задание. Его домашнее задание занимает реально очень много времени. То есть приблизительно 150 часов нужно будет потратить на весь курс. И он на английском. Но очень рекомендую хотя бы посмотреть нулевую неделю. Просто чтобы понять. То есть обучение в Гарварде стоит порядка 40 тысяч долларов в год. То есть просто чтобы понять, за что люди платят такие деньги. И сразу становится понятно. То есть там это просто шоу. То есть то, как это вообще все сделано. Это вот тот уровень, который, я надеюсь, когда-то будет у нас. То есть это очень круто. То есть ты понимаешь, что это вообще the best of the best. И такая как бы глобальная идея. То есть вообще почему мы это все делаем и к чему мы хотим это привести. То есть мы верим, что IT это чуть ли не единственная отрасль, которая вообще может сделать в Украине такой феномен на сегодняшний день, как средний класс. То есть довольно высокие зарплаты. люди, которые общаются с иностранцами, путешествуют, ездят в командировки, видят, как там, работают в комфортных офисах с хорошими, интересными вещами. Реально создают что-то очень крутое. Они работают там на конвейере или в шахтах. То есть мы верим, что вот именно IT это то, что может привести нашу страну вперед. И IT там за прошлый год сгенерировало почти там 2,5 миллиарда долларов экспортных инвестиций. То есть это деньги, которые приходят откуда-то, причем в валюте и оседают здесь. И в любом случае куда-то доходят в виде налогов. То есть я надеюсь, что рано или поздно все будет вообще еще лучше для всех. То есть люди присытятся, и у всех все будет хорошо. Ну или умрут, как минимум. Вот поэтому во что мы верим? Что эта программа, она действительно меняет жизни. То есть она помогает простым вот там студентам, переселенцам, безработным, людям, которые занимаются чем-то не тем, находить вот занятия своей жизни, то, что им нравится. То есть делать, что важно, что действительно изменяет мир. Потому что мы понимаем, что юристы, экономисты, это все хорошо, но это мода, которая проходит. IT это не мода. То есть это четкое направление развития глобального мира. Все становится умным, то есть наконец-то. То есть даже холодильник, даже он парта, все становится умным. Умные вещи требуют программного обеспечения. Его нужно писать, обновлять, переписывать, тестировать, переделать. То есть это то, чем вообще будет жить весь мир. И просто кто-то это уже понимает, кто-то еще нет. Вот, например, штаты это понимают, и они запускают вообще отдельные программы по компьютерной грамотности, потому что они смотрят еще дальше. И они думают, так, стоп, ага. Компьютерная грамотность, это как писать и читать. То есть это то, что должно быть вообще изначально для всех. То есть давайте не думать, что это для каких-то там айтишников. То есть это для всех. И поэтому очень важно это понимать сейчас. И у нас вот есть тоже интересный случай на программе. Пришел юрист. Мы говорим, а, вы хотите переучиться? Он говорит, не, я себя хорошо чувствую как юрист. Я занимаюсь авторским правом, но вот сейчас идут частые обращения по поводу стартапов. То есть вот стартап начинается там с двух человек, и они так, а, уже что-то там пилят, а потом вот как вот луксери. Такие студенты, а, это же смешную историю, были на Львии в IT-арене, большая конференция. Она там, ну, условно, первый, второй день, она начинается в 10 утра. И мы там в 9 утра где-то сидим в какой-то кафешке, завтракаем, пьем кофе, смотрим, компания таких, ну, ребят, ну, может, ну, я не знаю, там, 20-22, ну, до 25 лет. Такие молодые все сидят, и уже на ливочке так, причем так нормально, с таким хорошим настроением. Думаю, ну, нормально, кто-то приехал на конференцию. А потом я смотрю, откуда. Они все в футболке, на футболках написано Luxury. Значит, Luxury – это одесский стартап, который в декабре прошлого года купила американская компания за 150 миллионов долларов. Работало там 22 человека. Я такой думаю, да, конечно, если бы я был из Luxury, я бы тоже так начинал свое утро. То есть и тут идея какая, что есть реальный шанс, честно, абсолютно, вот это, почувствуйте большую разницу, зарабатывать большие деньги. Да, ну и по поводу средней зарплаты, 1800 долларов по курсу межбанка или НБУ. Смотря какая компания, как выплачет. Но обычно там, по крайней мере, в Киеве 90% компаний делают именно так. То есть это реальное, там, ну, условно, 40 тысяч гривен плюс, которое вы в белую получаете на свою карточку, выплачивая 4%, ой, сегодня, сейчас 5% единого налога. То есть, понимаете, да, чувствуется вот эта вот грань. Вот, идея какая, что вот этот юрист, возвращаясь к нему, что он говорит? Сейчас обращаются стартапы, они хотят сразу понять, как себя там обезопасить, как правильно все зарегистрировать, как поделить эти доли и так далее. И вот ему не хватает, то есть они ему приходят, что-то начинают рассказывать, а он говорит, а я вообще не понимаю, что они мне говорят. Поэтому вот ему нужна вот эта как часть компьютерной грамотности. То есть это я говорю к тому, что эти навыки, они становятся просто всеобъемлющими и без них просто уже никуда. Ну, это коротко скажу, что партнеры. Администрация президента Украины, компания Microsoft, компания Navigator, это, может, слышали, Impression Computers, украинский производитель, уже продали, по-моему, больше трех миллионов устройств, с 96-го года они работают. Общественная организация «Эконом возможностей», которая помогает переселенцам. Ну, это как мы круто презентовались, там все про нас написали. Этапы. Значит, ну, тут я коротко говорил, что мы сейчас ездим по всей стране, вот это уже 18-й областной центр, то есть осталось совсем чуть-чуть, почти со всеми библиотеками договорились, сейчас активно ищем менторов, вот запустили две группы, которые пилотно сейчас уже на шестой неделе учатся, съездили в Гарвард, а по всем договорились, собираем заявки. Что осталось делать? Тут как бы уже подходя к завершению, ну, то есть доучить тех ребят, которые учатся в пилоте с процентом завершения не ниже 50%. Вся вот эта бумажная волокита, куда же без юристов. Отбор участников для первых групп, то есть тут я сразу скажу, что в первую очередь будем смотреть на английский язык, безусловно. Ну, во-первых, курс на английском, во-вторых, без английского, как бы войти. Ну, можно, конечно, что-то делать, наверное, 1С, наверное, там не на английском. Но я не думаю, что это то, что вы хотите. Оборудование библиотеки и привлечение менторов-волонтеров. Соответственно, в марте стартуют первых 22 группы. И что нам нужно? То есть я вижу, что тут много студентов, но, то есть может это не напрямую к вам, но может у вас есть знакомые, друзья и так далее. То есть мы ищем библиотеки, библиотеки тут, в принципе, проблем нет. Как только ты говоришь библиотеке, что мы вам подарим компьютер, они сразу, да, да, хоть там вообще, да, делайте тут, что хотите, хоть дискотеки устраивайте. Да, второе, вот что тяжелее, это вот найти, найти волонтеров. То есть это вот самое сложное, то есть людей, которые смогут 3 месяца посвятить этой программе. То есть мы понимаем, что, конечно, на волонтерах все не выйдет, но нам вот эта вот первая группа нужна именно волонтеров. То есть у нас уже 14 человек есть, вот в Ферсоне еще пока никого, поэтому я сегодня здесь. Вот. И ресурсы. Ресурсы – это в первую очередь вот эти компьютеры. Мы там пособираем их по компаниям, то есть кто-то нам их дарит и так далее. И мы вот сейчас придумали такую вещь, мы скоро запустим «Подари старый компьютер библиотеке». То есть я, конечно, понимаю, что это может немного звучит по-сумасшедшему, но это такой сумасшедший проект, скажу я вам. Но может быть, ну то есть вот даже если там сегодня кто-то один подумает, слушайте, да, зачем мне 5 компьютеров, один подарю. Может быть, оно и сработает. Вот. И как бы на самое завершение, то есть с чего я начал, что нужно всегда помнить и думать, зачем же вы вообще вот это все делаете, то есть зачем это вам. То есть лучше задайте этот вопрос и ответьте на него уже сейчас, чем вы на него ответите в 50 лет, когда вы поймете, что поменять уже ничего нельзя. И поэтому очень хорошо подумайте. Это не только о том, что там вы не IT, а станьте IT. Может, наоборот, выйдите из этого IT. То есть подумайте об этом. Моя задача была здесь простая. Я вот, я так по жизни все время действую. Я поселяю, как мне кажется, интересные мысли. То есть, знаете, как росточек такой вам в голову. То есть я сегодня свою задачу сделал. Прорастет или нет, зависит исключительно от, скажем так, грунта, который у вас в головах. То есть я точно знаю, что мои семена очень хорошие. Так что спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что вы подключитесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.